За прошлую неделю в Ульяновской области заключено 150 новых соглашений с работодателями о темпах роста оплаты труда. Положительные финансовые изменения коснулись из завода металлоконструкция. На предприятии заготавливают дорожные ограждения, гофротрубы и другие изделия из металла. Сейчас на заводе трудится 700 человек в условиях здоровой конкуренции, дефициты кадров. Руководство предприятий стимулирует рабочих финансово. Индексация где-то произошла летом, в июле. Довольный человек, довольны все. Тем более, вы же сами знаете, как правило, в семье же от трех до четырех и больше человек. Соответственно, если один кормились, то, конечно, сказывается на большем количестве народа. Вот и все. Больше сделал, больше получил. Уже сегодня средняя зарплата заводчан здесь увеличена почти на 10%. Прибавка меры получена естественным путем за счет повышения производительности и, как следствие, товарооборота, отмечает директор. В следующем году здесь планируют поднять зарплату еще на 10%. Объем производства на заводе металлоконструкция постоянно увеличивается. Для выпуска качественного продукта требуются специалисты. Как известно, лучший стимул для работников – это достойная заработная оплата. Меняется регулярно. Практически в этом году было 40, сейчас 43. Мы обещали еще прибавить почти Нового года. Там посмотрим. Более-менее лишние покупки за детей меня не помешают никогда. Процессы поднятия зарплат подключил СНПО «Марс», на базе которого работает полторы тысячи человек. Особое внимание здесь уделяет удержанию привлечению узких специалистов. Ежегодно на предприятии осуществляется рост заработной платы не ниже индекса дефлятора, который устанавливается Министерством экономического развития Российской Федерации. Если рассматривать это дело с точки зрения региона, уровень зарплаты предприятия превышает уровень средней зарплаты по региону, мы делаем все, чтобы уровень зарплаты, конечно, рос и был конкурентно способен по сравнению с теми предприятиями и в нашем регионе, и, условно, в стране. Работа по увеличению зарплат будет продолжена. В регионе уже проведены личные встречи с представителями более двух тысяч организаций. В регионе заключено 1065 соглашений о темпах роста оплаты труда. Общее количество работников, кому прибавить зарплату, составило 42 тысячи человек. Это почти 8% от занятых в экономике региона или 16% от занятых в коммерческом секторе.